В этот весенний, но еще совсем прохладный вечер, жители и гости горы Кленинских согревались теплотой русских народных песен. По признанию героини вечера, народной артистки России Анны Литвиненко, колоритом и атмосферностью русской песни она напиталась еще в детстве. Для меня русская песня, русский романс – это смысл, наверное, всей моей жизни. И я с детства была воспитана на народных песнях «Я уроженка Кубани», «Юга России», «Край певучий». Возрождать фольклорную самобутную культуру русского народа – это дело всей жизни Анны Литвиненко. За годы работы в Российской академии музыки имени Гнесиных Анна Павловна воспитала целую плеяду замечательных народных певиц, продолжающих развитие русских народно-певческих традиций. В этот день аккомпанировал в фолк-диве оркестр «Россия». Вот сейчас с ансамблем «Россия» замечательный коллектив, профессиональный, и там действительно тоже работают преданные народной музыке, народные песни, молодые музыканты. Поэтому мне очень приятно, что сегодня будет концерт именно с этим коллективом. Такому органичному сотрудничеству с исполнительницей рады и оркестранты. Их дуэт на сцене далеко не редкость. В кругу музыкантов наш ансамбль называется «Королевство русской песни». То есть в нашем ансамбле появились все самые известные хиты русских народных песен. Естественно, эти песни, они живут в других певцах, в других артистах. И поэтому такие выдающиеся певцы, как Анна Павловна Литвиненко, работают с нашим коллективом. Пословица «Иван родства непомнящий» точно не относится к завсегдатым таких концертов. На сцене, по сути, история русского народа, переложенная в песню. Своего рода урок любви к родине. Интересный концерт, очень интересный вечер. Потому что эти женщины, великие наши женщины, певицы, они всю силу свою, весь душевный дар отдают своему творчеству, которое они очень любят, и главное, подрастающему юному поколению. Подобные мероприятия часто проводятся на различных концертных площадках Ленинского района. Следите за афишей нашего телеканала. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.